Внешняя политика России в конце 15-го, начале 16-го века. Также мы поговорим о русской церкви во второй половине 15-го, начале 16-го века, то есть говорить мы будем все о том же периоде, когда во главе нашего государства находился великий князь Иван Васильевич, вошедший в историю как Иван Третий. Сначала, конечно, будем говорить о внешней политике, и давайте на карте посмотрим основные направления российской внешней политики. Первое и главное направление внешней политики Руси – это, конечно, взаимоотношения с Ордой. Некогда единая Золотая Орда распалась на множество ханств, Большая Орда, Казанское ханство, Крымское ханство – это сильнейшее ханство, Астраханское ханство. Однако к этому направлению мы вернемся чуть позже. Второе направление – это взаимоотношения с Великим княжеством Литовским. И тут целых две войны произойдет между Русью и Литвой. Первая война продолжалась с 1487 по 1491 год. Пограничная война не очень масштабная. Дело в том, что ряд литовских князей решили отъехать на службу к Ивану Третьему. В этом не было ничего необычного, только Иван Третий принимал их вместе со своими водчинами, то есть вместе с землями. И эти земли включались в состав России. Литовский великий князь, польский король был явно недоволен. Хочешь на службу – уезжай на службу, но землю-то оставь. Землю принадлежит другому государству – Польше, Литве. Война шла 4 года, в результате наша страна, Русь, победила. И вот эти приграничные земли входят в состав России. Ну и вторая война, которая продолжалась с 1497 по 1503 год, также окончится победой Руси. И в состав нашего государства войдет Новгород – Северская земля, которую давайте посмотрим на карте. Итоги первой войны на карте, может быть, не очень хорошо видны совсем небольшие территории по договору 1994 года. Крупнейший город – Козельск, Вязьма, входит в состав нашего государства. А вот светло-зеленым цветом – вот она, Новгород-Северская земля, еще пока без Смоленска. Это то, что войдет в территорию Руси после Второй русско-литовской войны. Следующее направление – это взаимоотношения с Ливонским орденом. Русь стремится получить больший выход к морю. Дело в том, что вот та небольшая часть Финского залива, которой владела наша страна, она не очень пригодна для судоходства. И стремлением Ивана Третьего было захватить какие-то другие порты на побережье для того, чтобы развивать морскую торговлю. Конец XV века, Колумб открывает Америку, находит морской путь в Индию. Напротив Ливонской крепости Нарва строится крепость Ивангород. И на сегодняшней фотографии крепость Ивангород производит мощное впечатление. Она служила, как ни странно, как раз не для обороны русских границ, хотя и для этого тоже потом. А вот момент строительства – это была крепость, которая показывала, что Русь стремится к захвату новой территории. Территория, которая необходима для развития той самой морской торговли, которую уже занимали все передовые страны Европы. Победить Ливонский орден пока Ивану Третьему не удалось. Эту задачу будет пытаться решить его внук Иван Грозный. Но это уже тема наших следующих уроков. Ну и, наконец, последнее направление внешней политики Руси в этот период – это взаимоотношения с Западной Европой. Дело в том, что после свержения монголо-татарского ига, о котором речь пойдет совсем скоро, наконец-то возрождаются те отношения относительно теплые, относительно тесные, которые были у нашей страны с Европой еще при существовании государства Киевская Русь и позднее в эпоху раздробленности. Ну и ярким таким событием, которое показывает, что Русь и Европа вновь чувствуют себя, может быть, друзьями, может быть, союзниками и, в известной мере, единым целым, так вот таким событием стала женитьба, вторая женитьба Ивана Третьего на бывшей византийской принцессе Софье Палеолог. Константинополь, вы помните, к тому времени уже захвачен турками, османами. Софья Палеолог довольно долго жила в Риме. Рим, как составная часть, ходил в состав Священной Римской империи и Германской нации, и вот взаимоотношения со Священной Римской империей и Германской нации устанавливаются достаточно теплые в конце XV века. Кстати, они продолжатся и при сыне Ивана Третьего Василия, и при внуке Иване Грозном. Ну и, конечно, у немцев, у германцев были свои цели. Дело в том, что Европа подвергалась уже несколько десятилетий опустошительным и страшным, в общем, для европейцам нашествием со стороны турок-османов. И каким-то образом Русь и Ивана пытались втянуть в борьбу против Османской империи. Объективно, вроде бы, это, конечно, было в пользу России, потому что, ну, наверное, Османская империя угрожала и нашим южным рубежам тоже. Но воевать, имея на южной границе несколько татарских ханств, воевать с турками, это, конечно, было равносильно, ну, может быть, не самоубийству. Но авантюре Иван Третий не заключит мирного договора с Священной Римской империей, с Габсбургами, правящей династией, и, по крайней мере, не согласится вступить в военно-политический союз против Османской империи. То есть он покажет себя дипломатом. Жениться, пожалуйста, если вы мне невесту предлагаете, то, конечно, вот, женюсь. Отношения будем поддерживать, дипломатические там обмены посольств, не вопрос. Воевать вместе за ваши интересы пока нет. Ну и вторым фактом, который до сих пор украшает нашу жизнь, нашу Родину и подтверждает те отношения, которые сложились в Руси с европейскими странами, становится вот какой факт. На Русь приезжают итальянские мастера, приезжают, чтобы перестроить наш московский Кремль. Ну и самый великий, самый известный из этих мастеров Аристотель Феораванти к 1479 году возводит одно из чудес русской архитектуры, храм, который на 200 лет станет главным храмом Руси, Успенский собор московского Кремля. Но главным событием конца 15 века в нашей внешней политике стало, конечно, окончательное свержение Ига, Ордынского На самом деле у историков нет единого взгляда и единой точки зрения на вопрос, чем было Ига и было ли оно вообще тем Игом в конце 15 века. Одни считают, что да, зависимость от Орды продолжала резко тормозить наше развитие, другие говорят о том, что в общем-то уже с конца 14 века говорить всерьез о настоящей такой могучей зависимости нельзя. Действительно, с конца 14 века остается только дань, которую по традиции русские великие князья платят в Орду. Но так как Орда распалась, то дань получал хан большой Орды Ахмат. И вот в 70-е годы 15 века что-то происходит. Ахмат приходит на Русь, получает там достойный отпор и, видимо, где-то в этот период, то ли в 72-м, то ли в 73-м году перестает платить дань Иван III Ахмату. Ахмат недоволен. Ахмат сначала ждет и потом он направляет на Русь то самое легендарное посольство, которое примет Иван III. Мы помним, что во время приема послов он, получив от татар басму, растоптал ее ногами. На самом деле мы даже не знаем точно, что такое басма. То ли это знак какой-то, то ли это грамота. Но он при этом еще приказал схватить этих послов, наказать их там, бросить в темницу. Таким образом дав понять, что зависимости Руси от Орды больше не будет. Ну и в 1480 году войско Ахмата идет на Русь. В результате ряда сложных перемещений войска оказываются друг напротив друга на берегу реки Угра. Именно под таким названием стояние на Угре войдет в нашу историю одно из самых значительных ее событий. Татары несколько раз пытаются переправиться на наш берег, так не получается. Далее они начинают ждать заморозков, чтобы по льду татарская конница могла атаковать русские войска. Но Иван Третий и самое главное его воеводы, Даниил Холмский, Даниил Щеня, наследник, принц Иван Молодой, так называемый Иван Иванович, старший сын великого князя, во главе русских войск прикрывают все броды, все переходы. Так продолжается несколько недель. Тем временем братья Ивана Третьего поднимают мятеж. Андрей и Борис пытаются бежать в Литву. Они угрожают Москве. Ивану Третьему приходится высылать из Москвы свою жену Софью Палеолог, уже вторую жену к тому времени, первая умерла. Софья Палеолог уезжает на север, уезжает вместе с княжеской казной, видимо до такой степени он опасался мятежа братьев, что предпочел от греха подальше убрать жену, детей, казну подальше от Москвы. Татары сзади, братья, татары впереди, братья сзади. Наступила зима. И дальше случается чудо. Чудо, которому нету объяснения до сих пор внятного и, наверное, уже никогда не будет ни у историков, да и у современников тоже не было. Татары могли атаковать, но внезапно Ахмат поворачивается и уходит обратно в степь. Почему? Летописец объяснял это божественным вмешательством. Мы сегодня немножко иногда так литературно говорим, что вот ему стало ясно, что никогда больше не покорится Русь-Орде. Ну, это же из каких-то вещей следовало. Вполне возможно, что какие-то отряды, может быть, московские, а может быть, даже новгородских ушкуйников, речных пиратов, смогли совершить набег на земли хана, пока его войско было на Угре. И, получив известие о том, что что-то угрожает его столице, он вынужден был сорваться с Угры и отправиться в степь. 1480 год. Стояние на Угре. Окончание монголо-татарского ига. На этой карте, вот этим красным треугольничком, таким похожим на татарскую юрту, обозначено место, где с южного берега Угры встали войска Ахмата, с севера подошли московские воеводы. Попытки татар переправиться на берег северный окончились неудачей. Русские войска их отбили, начинается стояние на Угре. Большая Орда просуществует примерно 20 лет, хотя Ахмата убьют сразу после стояния на Угре. И Руси дальше придется иметь дело уже с наследниками Золотой Орды, но не с Большой Ордой. Главными сильнейшими ханствами будет Крымская, оно впоследствии принесет много вреда. Астраханская, Казанская, ну и давайте, конечно, упомянем Сибирская. Вот это те четыре ханства, на которые будет распространяться наша южная внешняя политика уже в XVI веке. В завершении урока несколько слов о церковной политике. Иван III провел долго, 43 года. За это время на Руси сменилось пять митрополитов, и ни один из них не смог полностью найти с Иваном III общего языка. Главной целью Ивана III, как большого, крупного, великого политика, было подчинить себе церковь, поставить ее в зависимость от великокняжеской власти. Против этого возражал и его один из ближайших подвижников, митрополит Геронтий. И даже Зосима, который в общем считался княжеским ставленникам, тоже не смог долго проработать, как бы мы сейчас сказали, рядом с великим князем. Кто-то умирал из митрополитов, кто-то сам отрекался от митрополитчего престола. Но наиболее сложная ситуация в русской церкви сложилась в 90-е годы XV века. Дело в том, что на севере, в Новгороде, родилось несколько ересей, то есть не канонических, признанных неправильными учений. У новгородцев, например, была знаменитая ересь стрегольников, которая призывала к равенству. Ересь стрегольников, как ни странно, не подверглась особому такому разгрому, а вот вторая ересь — ересь жидовствующих. Совершенно непонятное название, некоторые связывают с иудаизмом, некоторые считают, что просто так придумали это название, но она приведет к тому, что церковный собор даже специальный соберется, который осудит эту ересь, и впервые на Руси произойдет даже несколько казней еретиков, хотя, конечно, ни в какой масштаб с тем, что творилось в те же годы. В Европе, например, в Испании это все не идет, но несколько человек пострадало. И вот эта борьба с ересью, с еретиками, она подтолкнет русских церковных деятелей к осмыслению разных божественных идей, фактов и к прочтению новому церковных книг. В результате, фактически можем мы сказать, что внутри Русской Православной Церкви оформилось два направления. Во главе одного из них стоял знаменитый Иосиф, который большую часть своей церковной жизни провел в Иосифово-Волоцком монастыре, это ныне Волоколамск, и, соответственно, первое направление — Иосифляне. Они считали, что церковь должна быть богатой, пышной, сильной, подтверждая своим могуществом и богатством власть не только Бога, но и, наверное, власть государя на земле. Иван III думал о том, чтобы поддержать Иосифлян, но Иосифляне были выгодны ему, потому что пышная велика княжеская власть, пышная церковь, простой человек, подавленный этим, будет подчиняться лучше. Но это с одной стороны. Второе направление представляли так называемые нестяжатели во главе с легендарным Нилом Сорским. Эти люди, наследники византийского исихазма, течения, которое говорило, что монах должен отрешиться от всего земного, от всего социального, нестяжательство, не в богатстве, не в стяжательстве суть в церкви, суть в церкви в молитве к Господу. Нил Сорский считал, что церковь не должна быть богатой. И многие-многие заволжские старцы, монахи, уходившие на север, проникались этими идеями, идеями нестяжательства. Как ни странно, Ивану Третьему, конечно, эти идеи как политику были тоже очень выгодны. Дело в том, что если церковь отказывается от богатств, реально, куда эти богатства могут перейти? К государству. И в первую очередь, конечно, великого князя интересовали земли. В 1503 году собрался церковный собор. Он не принял окончательного решения в пользу иосифлян, или нестяжателей. Духовная борьба продолжалась. Сам Иван Третий тоже до конца своих дней решающего выбора, наверное, не сделал. Тем более, что все осложнялось драмой, трагедией в семье великого князя. У него было две жены. Одна еще с детства, с юности, Мария Каверская. От нее любимый сын Иван, сын которого он тоже короновал великокняжеской короной, сделал соправителем. Княжна Мария давно умерла. Трагично в 1490 году умирает и старший сын Иван. Любимый сын, сын, которому хотели оставить все. Вторая жена, Софья Палеолог. Нелюбимая, знатная. С кучей греков, приехавших из Рима, даже не из Константинополя. Очень много внимания она уделяла обрядам. Кстати, Софья Палеолог тоже поддерживала. Да, я сифлян. Обряды. Ты должен быть великим. Ты должен быть таким-сяким. И много-много детей. Василий, Дмитрий и так далее. Андрей, Владимир. Пятеро. Пять сыновей. Или внук. Вот она трагедия, с которой столкнется в 90-е годы Иван III. Кому оставить престол? Внуку от, соответственно, любимого сына Ивана, Дмитрию, внуку? Или не очень любимому сыну Василию? Более того, есть еще ведь и жена. Жена, конечно, говорит, оставь престол Василию. Оставь престол Василию. Иван III думал, наверное, лет 15. Только в 1502 году он принимает решение в пользу все-таки Василия. И это несмотря на то, что большая часть московского боярства, большая часть церкви поддерживала тоже, соответственно, Дмитрия внука. Дмитрия внука поддерживали нестяжатели в основном. Соответственно, Василия III поддерживали и осифляния. Развязка была трагична. Дмитрий внук и его мать, вдова Ивана Молодого, невестка Ивана III, умрут через несколько недель или лет после смерти самого Ивана в темнице. Василий III расправился со своим возможным соперником без всяких жалостей, сожалений и без всяких длительных раздумий. На памятнике Тысячелетия Руси в Великом Новгороде Иван III изображен символами государственной власти. Со скипетром, с державой. На щите двуглавый орел. Пусть этот двуглавый орел не похож на того орла, которого мы сегодня видим на нашем гербе, но это он, герб России. Это не случайно. Именно тогда, 500 лет назад, объединилось государство. Мы избавились от иноземной, иностранной зависимости, и наш правитель гордо стал именовать себя великим князем всея Руси, самодержцем. Давайте не забывать, что именно тогда, 500 лет назад, в эпоху Ивана III родилось то государство, которое мы сейчас называем Россия.